Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте, уважаемые студенты! Может приготовить необходимое оснащение для инъекции, может установить контакт с пациентом, студент может провести подкожную инъекцию, может показать связь между подготовкой пациента и медсестры к манипуляции, а также алгоритмом действий. Сделать выводы о важности строгой последовательности выполнения манипуляции, а также подготовки оснащения в процедуре. Итак, подкожная инъекция. Цель – лечебное введение лекарственного раствора в подкожно-жировую клетчатку. Вторая цель манипуляции – проведение местной анестезии. Показания к проведению процедуры назначения врача. Противопоказания – аллергическая реакция, поражение кожи подкожно-жировой клетчатки любого характера в месте инъекции. Возможные осложнения. Обратите внимание, сверьте с внутривенной инъекцией. Некоторые осложнения очень похожи. Ошибочное введение лекарства, некроз, инфильтрат, анафилактический шок, спид, вирусный гепатит, абсцесс, неврит, аллергические реакции, крапивница, отек к венке. На фотоснимках изображены слева вверху вид пациента с анафилактическим шоком. Следующая справа – отек к венке у ребенка и крапивница. Внизу слева первый снимок – анафилактический шок, человек без сознания. Дальше абсцесс на плече и инфильтрат. Анатомические места введения инъекции. Верхняя треть наружной поверхности плеча, посмотрите на фото. Средняя треть переднебоковой поверхности бедра. Переднебоковая поверхность брюшной стенки. Подлопаточная область используется при вакцинации. Приготовьте к процедуре стерильные шприцы однократного применения емкостью 1-2 мл, длина иглы 20 мм, стерильные ватные шарики или спиртовые салфетки, резиновые перчатки, маска, лекарственное вещество. Кожный антисептик, пинцет дезрастворив, противошоковый набор, контейнеры безопасного сбора и утилизации, в данном случае класса А и Б. Посмотрите на фото, необходимое оснащение. Алгоритм действия. Уважаемые студенты, посмотрите видеоматериал. Здравствуйте, уважаемые студенты. Я хотела бы вам продемонстрировать алгоритм действия, техники постановки подкожной инъекции. В первую очередь мы должны поздороваться, поприветствовать пациента. Затем объяснить ему цель и ход процедуры. Дать ему необходимую информацию о лекарственном веществе, об ощущениях во время и после инъекции, взять согласие в него. Далее, уже обработанными по 111 приказу, руками, жидким мылом, антисептиками, одев резиновые перчатки, мы приступаем к самой манипуляции. Мы берем упаковку со стерильным шприцом, смотрим на годность и целостность упаковки. Далее, смотрим на качество шприца, проходимость иглы. После чего мы берем лекарственный препарат в ампуле, читаем этикетку, срок годности и сравним с назначением врача. Далее, мы должны открыть бикс. И стерильным пиццетом изречь из бикса стерильные ватные шарики в крафт-пакете. Бикс мы должны закрыть. Далее, мы должны взять тампон стерильный, стерильным пиццетом в руки. Смочить ваке септики, в данном случае 70 градусов спирта, и вскрыть ампулу. Тампон мы бросаем в класс В2, а ампулу в класс В1 для твердых медицинских отходов. После чего мы берем шприц, уже собранный, ампулу, открываем колпачок, фиксируем муфту иглы. Правильно держа ампулу, мы должны набрать. По назначению врача у нас 1 мл лекарственного вещества. После чего мы должны обязательно поменять иглу для инъекции. И не снимая колпачка, выпустить воздух. После чего мы должны в крафт-пакет, в упаковку шприца, положить шприц. И подойти к пациенту для постановки инъекции. Если мы ставим инъекцию пациенту в палате, лежа, то тогда мы должны убрать одеяло. Нательное белье собираем. И находим место инъекции. Как его найти? Это верхняя треть наружной поверхности плеча. Мы вот так вот делим в это место. Вы должны обязательно пропальпировать место инъекции. Здесь не должно быть инфильтратов. Ватным, стерильным тампоном, смоченным в спирте, я обрабатываю руки. После чего я беру 2 тампона, смоченных в спирте, и обрабатываю место инъекции. Так, для этого я должна в одном направлении первым тампоном площадью 10 сантиметров в одном направлении обработать. Следующим тампоном в месте инъекции площадью 5 сантиметров я произвожу обработку кожи. Далее, третий тампон, смоченный в спирте, я зажимаю между четвертым и пятым пальцами. Беру шприц правую руку. Открываю, фиксирую муфту. Первым и вторым пальцем я беру в месте инъекции кожу в складку. И в основание треугольника, позиция шприца такая, под 45 градусов, я вожу на 2 трети быстро иглу в подкожно-жировую клетчатку. Левой рукой, большим пальцем, я вожу лекарственный препарат медленно в подкожно-жировую клетчатку. И третьим тампоном, смоченным в спирте, прижимая, извлекаю быстро иглу. А шприц, не одевая колпачка, я утилизирую в контейнер B1 для твердых медицинских отходов. Далее я должна осмотреть место инъекции, спросить о самочувствии пациента и на твердых руках опустить. Дескриптор. Студент знает цель процедуры и подготовку оснащения. 1 балл. Дает четкую характеристику возможным осложнениям в результате нарушения техники постановки, правил ассептики и антисептики. 2 балла. Четко связывает суть подготовки к процедуре и технику проведения внутривенной инъекции. 3 балла. Делает выводы о важности и последовательности действий при проведении процедуры. 4 балла. Устанавливает контакт с пациентом. 1 балл. Проводит подхожную инъекцию. Строго по стандарту 5 баллов. Закрепление пройденного материала. Задание номер 1. Внимательно посмотрите на фото. Какие ошибки и нарушения правила ассептики и антисептики в работе медперсонала вы видите. Посмотрели, запомнили. Теперь ответ заданию номер 1. Какие ошибки были? Давайте проанализируем. Прорефлексируем. Медсестра на фото номер 1 не соблюдает правила ассептики и антисептики при проведении инъекции. Не одела колпак, маску и резиновые перчатки. На фото номер 2. Как вы помните, также грубо нарушены правила личной гигиены медсестры и правила ассептики. Не одеты резиновые перчатки при инвазивных процедурах. А их необходимо одевать. Дескриптор к заданию номер 1. Оцените себя самостоятельно по следующим баллам. Студент определяет ошибки и нарушения правила ассептики и антисептики в работе медсестры. И я бы тоже поставила 5 баллов. Студент строго по стандарту соблюдает гигиенические требования во время постановки инъекции. 10 баллов. На фото внизу внешний вид медицинской сестры, которая строго соблюдает правила ассептики и антисептики. Форма соблюдена. Задание номер 2. Медсестра приготовила для подкожной инъекции следующее оснащение. Посмотрите на нижнее фото. Все ли необходимое оснащение изображено на фото? Все ли? Посмотрите внимательно. Внизу бикс со стерильными латными тампонами и салфетками. 70% раствора тилового спирта. Вы видите лекарственное вещество в ампулах и во флаконах. Теперь ответ к заданию номер 2. Вспомните, какое было задание и какие ошибки. Необходимо было дополнительно медицинской сестре приготовить следующие недостающие предметы медицинского назначения. Это шприцы однократного применения емкостью 1-2 мл, стерильный пинцет, контейнер с раствором, резиновые перчатки, кожный антисептик для обработки рук, жидкое мыло и бумажное полотенце, контейнеры безопасного сбора и утилизации класса А и Б. Очень много она не приготовила. Дескриптор к заданию номер 2. Оцените себя самостоятельно, ответив на задание. Студент оценил действия медсестры, выявил ошибки и перечислил недостающие изделия медицинского назначения, за что получил 5 баллов. Студент перечислил все необходимое оснащение для проведения подкожной инъекции. 10 баллов. Обратная связь, рефлексия. Уважаемые студенты, ответьте на вопросы, продолжив предложение. Что я узнал сегодня на уроке? Что я понял сегодня на уроке? Чему я научился сегодня? Какие трудности были при усвоении материала? И знания, которые я сегодня получил, я применю. Обратная связь, рефлексия. Значит, сегодня я понял и узнал понятие подкожная инъекция, цель, показания, противопоказания к инъекции. Узнал необходимое оснащение процедуры. Узнал и понял осложнение инъекции. Я научился технике проведения инъекции и применю эти знания на практике. Домашние задания. Внимательно прочитайте стандарт. Посмотрите видеофильм и фотослайды. Выполните ситуационные задания. Самостоятельно составьте кластеры на оснащение процедуры. Составьте кроссфор, где ключевое слово подкожная инъекция. Спасибо за внимание и проделанную работу. Пойдем? Да.